Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас необычный урок. Перед вами стоит Диана Анкудинова. У нас сейчас экзаменационная пора. ЕГЭ позади, слава тебе Господи. Сдали и готовимся к поступлению в замечательный российский вуз. Очень легендарный Государственный институт театрального искусства. Сейчас институт театрального и циркового искусства. Если вы думаете, что мы сегодня будем петь, то вы глубоко ошибаетесь. С вокалом у Дианы все в порядке. Вы, поклонники, и так все хорошо знают. Кто не знает, погуглите, посмотрите. На ютубе канал Дианы Анкудиновой. Получите удовольствие от ее пения. У нас есть другие задачи. Поскольку это институт театрального искусства, помимо вокала, несмотря на то, что ты поступаешь на музыкальное искусство эстрады, этот факультет. Артист эстрады. Да, факультет артист эстрады. В экзаменационных требованиях стоит такая вещь, как прочитать басню, стихотворение и прозу. И вообще, дорогие друзья, я должна сказать, что сегодняшний артист эстрады – это синтетический артист. Если он даже вокалист, певец, он обязательно должен уметь общаться со своим зрителем, со своим слушателем. Потому что речь со сцены – это не речь наша с тобой бытовая. Совсем другая подача. Практически на грани пения. Поэтому, несмотря на то, что мы сегодня будем заниматься чтением художественной литературы, мы всё равно с тобой распоёмся и распоёмся на скороговорках. Это разогреет нам с тобой наш речевой аппарат. Правильно? Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша... Ну, на поре, Дяночка. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Дышать, отпираться. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Работайте язычком Артист эстрады На твою дрова На твою дрова На твою дрова Вот когда ты отпустила мозг Все равно не попаду Он сразу попал Потому что он лучше знает, чем ты Вот здесь, когда идет контроль За контролем сразу идет зажим Как только ты отпускаешь Мозг делает ту работу, которую ты не должна уже контролировать Он запомнил Скороговорку И здесь надо верить Вот это очень важный момент Смотри Рал, лы Рал, закрытый слог По-другому у тебя кораллы будут Кораллы, кораллы Видишь, провалилась Л Мало того, что одна провалилась Двойная тем более провалится Кораллы, кораллы, кораллы Скажи Кораллы, кораллы Видишь, и ты цепляешься за третью высокую ступеньку Смотри, какая хитрость есть И перед каждой вот этой лу Должна быть огласовка и Карл у Клары украл Кораллы, а Клара у Карла украл, а Клар нет Знаешь, она выталкивает за счет и мы выталкиваем с тобой лт прононс И тогда вся дикция у нас с тобой вот здесь будет Переносится, соединится с высокой позицией Пробуем и Карл, не корал, а как челюсть с собой Будем считать, что мы с тобой разогрели голосовой аппарат Так, а теперь расскажи, пожалуйста, мне и служателям, что мы будем с тобой сегодня читать С чего начнем? Начнем со стихотворения Агния Барто «Первая любовь» Ой, замечательное стихотворение какое Каждый может догадаться Антонина влюблена Ну и что ж, ей скоро двадцать, а на улице весна Только звякнет телефон, Тоня шепчет Это он Стал ласковой и кроткой Ходит легкую походкой По утрам поет, как птица Вдруг и младшая сестрица просыпается Чуть свет говорит Пора влюбиться Мне почти тринадцать лет Яночка, можно я тебе только остановлю? Значит, смотри, солнышко мое Стихотворение вроде бы как параллян, да? Там есть от автора Отношение автора к ситуации И прямая речь Вот смотри, детка Есть чтение, как художественное чтение, да? Художественное слово А есть так называемый театральный монолог Вот эти два разных понятия совершенно для сцены Потому что художественное чтение Это ты читаешь от автора И обозначаешь А не играешь отдельно каждого Вот здесь играть не нужно Ты должен только обозначить Что это говорит другая девочка Обозначить А не играть ее Понимаешь, детка? Ты читаешь от автора текст Будем считать, что ты Агния Бартут, да? И читаешь автора Только обозначать Хороший темпо-ритм Можно еще чуть-чуть придержать Потому что немножко суетливо Не играй параллян Здесь, в этом сихотворении Это не нужно делать Поехали еще разочек И начинаем с того, что Агния Барто Первая любовь Да, конечно С самого начала Агния Барто Первая любовь Каждый может догадаться Антонина влюблена Ну и что ж, ей скоро двадцать А на улице весна Только звякнет телефон Тоня шепчет Это он Стала ласковой и кроткой Ходит легкую походкой По утрам поет, как птица Вдруг и младшая сестрица Просыпается чуть свет, говорит Пора влюбиться Мне почти тринадцать лет И Наташа на уроке Оглядела всех ребят Витька Слишком толстощекий Петя Ростом маловат Вот Алеша Славный, малый Я влюблюсь в него, пожалуй Можно остановлю Вот смотри У нас там Петька Кто там еще? Витя Витя Витька, Петя и Алеша Витька Петя Вот Алеша славный, малый А ты поставила Алешу Сделала паузу такую же Как после Вити и после Пети Уравновесила их Понимаешь? Нет, Алеша должен пойти Одной строкой Без паузы Да? Вот, пожалуйста С этого момента И, пожалуйста Отдели немножко паузой Люби паузу Паузу нужно уметь держать Отдели паузой Предположение и действие Она решила Утром проснувшись И потом начала действовать Действие с какой строчки начинается? И Наташа на уроке Абсолютно Вот это началось действие Вот это надо отделить Решение от действия Да? И Наташа на уроке С действием И Наташа на уроке Оглядела всех ребят Витька Слишком толстощёкий Петя Ростом маловат Вот Алёша Славный малый Вот Алёша славный малый Вот Алёша славный малый Я влюблюсь в него Нет Видишь, она подумала И решила Вот Алёша славный малый Я влюблюсь в него, пожалуй Вот здесь тоже разделение идёт Вот Алёша славный малый Я влюблюсь в него, пожалуй Дианочка, ты всегда должна Успевать задавать вопрос И отвечать на него Вот Алёша славный малый Что делать? Брать его Я влюблюсь в него, пожалуй Понимаешь? И ответила Вопросы пропускаются Которые ты задаёшь А ты озвучиваешь только ответ Вот Алёша Вот Алёша славный малый Я влюблюсь в него, пожалуй Повторяет класс по карте Где Иртыш, где Енисей А влюблённая на парте Нежно шепчет Алексей Алекс смотрит огорчённо Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок Он боится, как огня Он понять её не в силах То она глаза скосила То резинку попросила То она вздыхает тяжко То зачем-то... Переиграла Переиграла Ты очень туда заглубилась Говорила Кложественное слово Передавила Баланс держим Про Алёшу Пошли по Алёше Алекс смотрит огорчённо Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок Он боится, как огня Это от автора Понимаешь? А у нас продолжение Алёшиных мыслей Разделяй Алекс смотрит огорчённо Что ей нужно от меня? Всем известно, что девчонок Он боится, как огня Абсолютно правильно Он понять её не в силах То она глаза скосила То резинку попросила То она вздыхает тяжко То зачем-то промокашку Подаёт ему любя Алик вышел из себя Поступил он с ней Жестоко Отлупил после урока Пауза ещё давно нужна Поступил он с ней Жестоко Отлупил После урока Дай нам интрижку Подержи её Подержи Не отбрасывай Поступил он с ней Жестоко Отлупил после урока Так вообще, что ты забыла слово Ты должна, где закончила Выдержать паузу И отсюда же продолжение Потому что ты сделала сброс Как вроде ты забыла О чём, что у тебя И вспомнила О! Отлупил после урока Поступил он с ней Поступил он с ней Жестоко Отлупил после урока Конечно Так вот, с первого А теперь уже у нас Как в любой басне Да? Что там у нас всегда в конце басни? Мораль Ну, конечно Мораль бы Ну, мораль Так вот, с первого свидания Начинаются страдания Ну, страдания Зачем так? Видишь, как слово Слово такое Сет-э-ре Сложное такое Жёсткое А страдания Они же у нас Я бы больше на гласные села Страдания Так вот, с первого свидания Начинаются Страдания Распев через гласную Так вот, с первого свидания Начинаются страдания Ещё разочек Соберём Каждый может догадаться Антонина Влюблена Ну и что ж, ей скоро 20 Она улыбнется Ну и что ж, ей скоро 20 Ну, абсолютно нормальные вещи Каждый может догадаться Антонина Влюблена Ну и что ж, ей скоро 20 А на улице весна Только звякнет телефон Тони шепчет Это он Стала ласковой и кроткой Ходит лёгкую походкой По утрам поёт Как птица Вдруг И младшая сестрица Просыпается Чуть свет говорит Пора влюбиться Мне почти 13 лет И Наташа на уроке Наташа на уроке Оглядела всех ребят Витька Слишком толстощёкий Петя 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 Ростом маловат Вот Алёша Славный малый Я влюблюсь в него Пожалуй Повторяет класс по карте Ну-ну-ну-ну Начни бывает так, как ты начинал с самого начала Да? Каждый может догадаться Каждый может догадаться Антонина Повторяет класс по карте Ну, идёт автор Повторяет класс по карте Где Иртыш Где Енисей А влюблённая на парте Нет, там есть запятая Где ты должна Знак препятания А влюблённая Эти учат Иртыш и Енисей А это делают Разносторонние вещи Повторяет класс по карте Где Иртыш Где Енисей А влюблённая на парте Нежно шепчет Ты должна Понимаешь, вот ты Говоришь о её влюблённости Как вроде она действительно влюблена Но она же не любит этого Алексея Понимаешь, на самом деле Правда? Она же влюблённая В кавычках Здесь у Агнии Бартов А влюблённая По большому счёту В кавычках, да? Или даже В прямую А влюблён Это же ирония А наша влюблённая Наша, Наташа А влюблённая Начинает Алексею там Чё-то делает Повторяет класс по карте Где Иртыш Где Енисей А влюблённая на парте Нежно шепчет Алексей Хорошо было Запомни этот Не хвост низ Не Алексей Не сброс А Алексей Она живоприца Хорошо сейчас нашла Интонацию Ещё разочек Закрепи Повторяет класс по карте Где Иртыш Где Енисей А влюблённая на парте Нежно шепчет Алексей Алекс смотрит огорчённо Что ей нужно от меня Всем известно Что девчонок Он боится Как огня Он понять её Не в силах То она Глаза скосила То резинку попросила То она вздыхает Тяжко То зачем-то Промокашку Подаёт ему Любя Алик вышел из себя Поступил он с ней Жестоко Отлупил после урока Вот так детка Да Вот так Закрепили Да Не переигрывать Не играть по ролям Не читать Не нужно Это очень банальный ход Ты в основном Как знаешь Подсматриваешь Замочную скважину И рассказываешь Эту ситуацию Отстранённо Как автор Поняла М-м-м